Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Будь мужиком. И сегодня я хотел бы для моих дорогих подписчиков рассказать очень интересную важную информацию. Я думаю, что на этот нюанс при выборе одностенных котлов мало кто обращает внимание, но он существенно влияет на экономию газа. Если вы обратите внимание именно на эту величину, которую я вам сейчас скажу, то ваш котел будет кушать меньше газа. При том, что котлы могут быть, можно сказать, одинаковой категории в одной линейке находиться. Для начала небольшое вступление о чем пойдет речь. Речь пойдет о настройке газового клапана. Эта вещь принципе техническая. Но если вы сюда немножечко вникните, то вы поймете почему при определенных диапазонах, на которые я вам сейчас буду обращать внимание, ваш котел будет кушать меньше газа. Как вы знаете, друзья, у нас сейчас на рынке продаются обыкновенные котлы настенные, которые могут быть дымоходные и турбинированные. И продаются котлы конденсационные. Конденсационные котлы заявляют, что их коэффициент полезного действия более 100 процентов. 108 и так далее. Но все нормальные трезвомыслящие люди понимают, что это все чепуха, что это нам по ушам ездит. Но на самом деле КПД у этих котлов значительно выше. Оно действительно уже не 94 процента, оно уже идет порядка 98 процентов. За счет чего это происходит? За счет того, что используется теплота от продуктов сгорания. То есть у вас не просто все тепло вылетает в дымоход, как в обычных настенных котлах, а это тепло используется для догрева вашего теплоносителя. В любом котле, как в конденсационном, так и в обыкновенном настенном, у нас есть газовый клапан. И газовый клапан у нас регулируется от минимальной величины до максимальной величины. И в этом диапазоне он у нас работает, модулирует, поддерживая заданную температуру. Так вот, какое основное отличие в диапазоне регулировки конденсационного котла и обыкновенного газового. В газовых котлах обычных настенных диапазон регулировки идет от 2 в среднем до 11-12 милибар. В конденсационных же котлах идет уже от 1-1,15 милибар, ну и соответственно приблизительно до плюс-минус такой же самой величины. Но там уже немножко регулируется даже не совсем по давлению даже, а по содержанию СО. Так вот, эта минимальная величина как раз и есть наша экономия газа. Чем меньше будет уровень вашего минимального пламени в котле, тем больше он у вас будет экономить газ. Соответственно, если вы возьмете одинаковые котлы от разных производителей, откройте паспорт и посмотрите в этом паспорте уровень минимального пламени, то есть минимальное давление на соплах карелки. В одном производителе это может быть 2,2 милибар, в другом производителе это может быть 2,1 милибар. Недавно я кстати видел обыкновенный настенный котел, не конденсационный, у него было один с чем-то минимальное давление, то есть ниже этого давления опускаться нельзя в котле, оно будет работать ниже заданного давления, будет вам экономить газ, да, но будет образовываться конденсат, который в конденсационном котле, это нормальное явление, там теплообменник это выдерживает, а в обыкновенном настенном котле этот конденсат просто разрушит ваш теплообменник. Так вот, при выборе настенного котла, чем меньше будет уровень минимальной мощности паспортной, который разрешен в данном котле, тем более экономным будет этот котел. Поэтому при выборе настенных котлов обязательно обращайте внимание на такой нюанс, как минимальное давление на соплах горелки. Чем оно будет ниже, тем этот котел будет у вас экономичнее. Я надеюсь, что ролик оказался для вас полезен, если это так, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на новые видео. Всем пока!